Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы Смотрите, кто пришел. Я ее ведущий Рустам Вафин и наш сегодняшний гость, журналист, краевед, блогер и просто интересный человек Ленар Раифович Мефтахов. Здравствуй, Ленар. Добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора этногенез и происхождение этнонима татары применительно к народу, населяющему обширный регион Поволжья и Урала, давшему название нашей республики, республики Татарстан. Сразу оговорюсь, тема эта чрезвычайно запутана, чрезвычайно политизирована, не имеющая единой общепринятой научной трактовки. Собственно, и мы не претендуем в ходе нашего разговора получить такую трактовку, и скорее наша программа это возможность поставить новые вопросы. А поводом для нашего разговора стало несколько новых исторических документов, введенных совсем недавно в научный оборот, которые позволяют несколько по-иному взглянуть на то, откуда есть и пошел народ татарский. Предлагаю, Ленар, начать наш разговор с этих самых документов, а потом перейдем к гипотезам, которые документы порождают. Ну, на самом деле, этот документ, вот в плане того, как в Поволжье на территории Татарстана называли предков современных татар, он, может быть, ничего нового не говорит. Речь идет, кстати, о документе XVIII века, который был составлен на персидском языке и переведен и с могилом Гебадулиным, и опубликован буквально 2-3 месяца назад, по-моему, в журнале «Золото-Ордынское обозрение», по-моему, так этот журнал называется. И сразу скажу, что этот документ интересен тем, что он написан жителям вот этой территории, причем мусульманинам, то есть не русским человеком, да, которые учитывали местное податное население, а уже непосредственно мусульманинам, которые здесь жил, и его взгляд на население, он поэтому очень интересен. Сразу скажу, в этом документе отсутствует термин «татары». Он вообще там отсутствует, да, то есть... И, конечно, булгары тут могут сейчас начать хлопать в ладошки, но самое интересное, что в документах этих отсутствуют и булгары, да, и... Булгары, и же булгаристы, которые... Да, булгаристы любят говорить, что вот поскольку мы не встречаем в документах там 18-го, 17-го веков «татары», а мы их там встречаем, кстати, это слово «татар», то мы все равно в некоторых документах в русскоязычных попадаются нам, то булгары, они отсутствуют вообще. Булгары присутствуют только в том плане, как жители города Булгар во время Золотой Орды. То есть мы должны понимать, что город Булгар, который у нас находится в Татарстане, не является городом в Волжской Булгарии, как у нас принято некоторым думать. Это город Золотордынский, и это не просто Золотордынский город, это первая столица Золотой Орды. И вот в этом значении, да, что вот булгары, в плане вот жителей Булгар, или те, которые относились к так называемому болгарскому вилоету, да, вот, то есть, в этом понимании мы слово «булгар», конечно, встречаем, но как этноним, как название народа, оно полностью отсутствует. И там связывать с Волжской Булгарией, конечно, можно, какая-то преемственность, конечно же, была. Но такого самоназвания булгары у предков татар не было, по крайней мере, в 18-м, в 17-м, в 16-х веках. Я говорю, почему только вот про эти века, потому что документально мы имеем хорошо сохранившие документы только по этому периоду. Более ранний период он плохо представлен. А что это за документ, что он себе представляет, о чем велась в нем речь, что хотел автор этого документа сказать, и почему это написано на персидском языке, а, например, не на татарском? Ну, нужно понимать, что татары владели, ну, не все татары, да, но, по крайней мере, грамотные, опять же, не татары, предки современных татар, владели как минимум тремя языками, да, грамотные татары, это арабским, татарским, и не просто татарским, еще и старо-татарским, да, то есть старо-татарский язык, он отличался от разговорной речи, и персидским. Персидский язык, это был язык не только поэзии, это, в принципе, был и язык, в том числе и ислама, потому что татары обучались и в Бухарии, и в Самарканде, и во многих других мусульманских центрах Средней Азии, и там персидский язык был широко представлен, и поэтому неудивительно, что автор выбрал именно, вернее, так скажем, ничего удивительного нет в том, почему он выбрал персидский язык, то есть он просто им владел, вот. То есть примерно язык французский для русской аристократии 19 века, правильно? Да, для татар персидский язык это был, да, что для русских был французский язык, то для татар был персидский язык, это однозначно. И вот он выбрал вот этот язык для написания этой работы, там, конечно, непонятно, какой национальности он сам придерживался, скорее всего, это его потомки уже называли себя татарами, вот. Вот в этой работе он как бы сожалеет о том, что среди мусульман нет единства, да, и... То есть вечный стон. Да, да, да. Вечный многовековой стон. Вот, он пишет о том, что казанское ханство пало, оно сейчас под властью русских, неверных, и какие-то определенные надежды возлагает на башкирский велоед. Это, кстати, башкирский велоед, для меня это было открытие, потому что такого понятия вроде бы не существовало. Дальше, пока и раньше мне оно не попадалось, и вот там он говорит о башкирском велоеде. Вот, и, вероятно, да, и, по сути дела, описывает ситуацию, когда людей, которые бы строго придерживались ислама, не так много, да, то есть там проявление и жестокость, и чего там только нет. И вот, видимо, он в этом видит и те наказания, и те беды, которые выпали на голову мусульман по Волжье из-за того, что они отошли от религии. Вот эта мысль у него там читается между строк, поэтому вот этим эта работа очень и интересна. А 18 век большой, и там разные, на самом деле, были исторические моменты в этой эпохе. К каким годам это относится примерно? Ну, вообще он начинает не с 18 века, да, он начинает, по сути, с золотардынских времен, перечисляет всех там ханов, потом казанского ханства. А основная часть у него описана, вот, которая касается уже непосредственно 18 века, это 30-е и 40-е годы 18 века, но написано это было уже после Пугачевского восстания. Это тоже там четко понятно, видно, исходя из текста. То есть это 60-е, 70-е годы 17 века. 70-е годы, наверное, 18 века, получается. 70-е, 80-е годы он написал где-то. Это эпоха Екатерина II. Да, да, в эту эпоху он написал вот это произведение, вот, оно сейчас хранится в Санкт-Петербурге, а было обнаружено, по-моему, в Астрахани, где-то там. Как-то туда она попала, но очень интересный документ сам по себе. Вот. И вот что мы видим, да, что бросается в глаза, вот еще раз хочу сказать, бросается в глаза отсутствие термин татары, да, и, кстати, булгары. А кто там есть? А там есть казанские чуваши. Там есть черемисы, там есть мещеряки, казанские чуваши, пермские чуваши, русские и казахи. И, по-моему, кстати, самое интересное, именно казахи. Там они называются не киргизами, как в русских источниках, а именно казахами. Вот. Вот, наверное, если я там, может, по-моему, никого не забыл. Вот эти народы. Вот. Понятно, что... А, ну и башкиры, естественно. Причем башкиры перечисляются по племенам там, по всем. Но просто при этом нужно понимать, что это, конечно, не народы в том понимании, как мы привыкли понимать, да. То есть это больше сословия, наверное. Кстати, там же упоминаются бабыли, по-моему. Если мне сейчас уже память не изменяет, я там уже могу с другими документами путать. Я там еще прочитал, когда готовился к программе, еще несколько документов почитал на эту тему. Вот. Но возникает вопрос, а где татары? И когда татары приняли этот этноним? То есть ты хочешь сказать на основании одного этого документа, в любом случае, на основании одного этого документа, что еще в XVIII веке, времен Екатерины II, татары себя татарами не называли, не ощущали. И в документах, которые они писали, они себя так не называли. Ну, на самом деле, это не один документ. Документов, где отсутствует этноним татары по XVIII-XV веков, очень много. Когда идет речь о народах, которые населяли Татарстан, их много. Но татары там тоже присутствуют время от времени. Но я, насколько правильно понимаю, первоначально под татарами, по крайней мере, в Поволжье, понималось население, которое проживало в городах, и служилое население. То есть было такое понятие «служилые татары». Кстати, относится это не только к мишарям, это относилось и к казанским татарам. Среди казанских татар тоже были служилые татары. И они этот статус, вероятно, имели еще со времен Казанского ханства. Эти татары были. А вот то население, которое жило в селах, оно именовалось «Ясачная Чуваша». Потом из исторических документов, где-то во второй половине XVII века, в начале XVIII века, «Ясачная Чуваша» куда-то пропадает, и на ее месте появляется «Ясачная татара». По крайней мере, я вот сам, мои предки, как раз из вот этих ясачных татар, которые раньше были ясачными чувашами. И дело не в том, что на самом деле татары эту тему, так скажем, стесняются и избегают. Но дальше избегать ее будет тяжело. Этот темен у нас просто как-то так стыдливо все время. Чуваши меняют на татары наши историки, когда пишут какие-то свои работы, чтобы не смущать читателей. На самом деле, это вот постоянно подмена этих понятий, она не может продолжаться. То есть, рано или поздно, все-таки нам нужно будет объяснять, что современные татары – это потомки и тех людей, которые назывались «Ясачными Чувашами» или «Казанскими Чувашами», как в некоторых документах, «Перскими», «Пермскими Чувашами». Но нужно понимать, что это не те Чуваши, под которыми мы сейчас понимаем Чуваши. Точнее, не совсем то. Это не совсем одно и то же. Но поскольку этот вопрос плохо изучен, в Чувашии, конечно, очень много материалов этому этнониму посвящено, но они, понятно, одеяло на свою сторону тянут. А наши историки, вот их хочу сказать еще раз подчеркнуть, это избегают. И поэтому до конца понять, кто такие были Чуваши, сейчас сложно. Вот, допустим, среди чувашских ученых есть мнение, что Чуваши – это первоначально обозначало слово «земледелец». Кто-то там это со словом «сувар» связывает, кто-то со словом «земледелец» и так далее. По-разному мнение есть. Я хочу обратить внимание, что еще в 1565 году в татарской слободе жили и татары, и Чуваши. И те, и другие были мусульманами. Но, опять же, возникает вопрос, на который, говорю, у нас нет ответа. Вот те Чуваши, о которых идет речь в XVII веке, во времена Казанского ханства, на каком языке они говорили? На том, на котором говорят Чуваши? Или они говорили какая-то часть на современном татарском, а другая на чувашском? Либо какая-то часть отказалась от Чувашского и перешла на современный татарский? Вот на эти вопросы пока нет ответа. Потом, насколько они были исламизированы, да, то есть это была общая монолитная какая-то часть населения с определенными религиозными воззрениями, или они, допустим, тоже разделялись, какая-то часть была мусульманская, какая-то часть языческая, да, вот тоже на это нет ответов. Ну, опыт больших религий, к которым относится ислам, показывает, что, а он был принят здесь еще в IX веке, в начале IX века на территории Поволжья, о чем, в общем-то, известно это, в течение 200-300 лет это вполне достаточный срок, чтобы исламизировать, на самом деле, все податное население территории. И в данном случае пример тоже Руси, Киевской Руси, когда крещение принято при Владимире Красное Солнышко, тоже в X веке, пардон, в X веке, в течение 200-300 лет укореняется очень плотно за счет, понятно, сети епископатов, сети монастырей, и через там 200-300 лет язычество, не, оно присутствует, оно заметно, оно остается в традиции, очень часто языческая традиция, она смешивается с христианской традицией, но, тем не менее, население становится крестьянами, то есть православными, сейчас, в данном случае, христианами. Мне кажется, что и в Поволжье, при той мощи, которая, и идеологической составляющей, который представлял собой ислам, 200-300 лет вполне достаточно, чтобы сформировать стойкое религиозное самосознание. К тому же, к тому времени, в те времена еще национального самосознания не было, и люди разделяли себя именно по религиозному признаку. И там не было иудея, элина, римлянина, все были, в данном случае, мусульманами, там, Чувашин, и Черемисович, он принимал ислам, это все было податное население, с одной стороны, с другой стороны, они все сам ощущали себя именно по религиозному признаку, и разделяли, отделяли себя от других именно по этому признаку. Я думаю, что все-таки сравнивать Казанское ханство, да, в тот момент, когда, в принципе, от которого, наверное, мы можем, наш народ может действительно там ввести свой отчет, какой-то реальный, более-менее, не стоит сравнивать с Русью. Потому что в Казанское ханство именно из московского государства ввязали черемисы от крещения, потому что в Казанском ханстве им позволяли исповедовать языческую религию, в отличие от Руси. Удивительный факт, но это так. Дело в том, что ханафитский масхаб, которого придерживались предки современных татар, он позволял по опыту Индии, по крайней мере, да, по опыту Индии, признавать местных язычников, так скажем, терпимой религией, брать с них налог, который платят неверные люди, и спокойно жить в этом государстве. Поэтому язычество в Казанском ханстве было до тех пор, пока сюда не пришли уже русские миссионеры и не начали навязывать православную веру. Ну, надо еще, наверное, добавить в том, что Золотая Орда вообще была очень веротерпимым государством, и традиции Золотой Орды, из которой выросло Казанское ханство, в общем-то, они, видимо, сохранялись. Ну, возможно, да, с этим связано. Но вот если, опять же, возвращаться к теме Чуваший, да, я считаю, что пока мы не дадим ответы на многие вопросы, связанные с этим этнонимом или, там, социальным статусом, нам очень сложно будет понять правильно историю нашего народа. Хотя здесь нужно обратить внимание вот на что, да, современные татары — это многокомпонентный народ, и, допустим, в Татарстане он состоит как минимум из казанских татар и из татар-мешарей. Татары-мешарей пришли сюда в XVIII веке, в документах они называются мещеряками, в русских документах. И, в принципе, да, и вот в этом том же, в той же рукописи, про которую мы вначале разговаривали, а тоже они там обозначены как мещеряки. Это люди, которые формировали, то есть они, этот субэтнос, он формировался уже в пределах московского, начал формироваться тоже в Золотой Орде, как и казанские татары, да, но вокруг других городов. Почему? И диалекты разные, и много что отличает казанских татар от мешарей. Они формировались вокруг таких центров, как Наровчат, Темников позже, да, там, возможно, вокруг мещерского городка, который впоследствии стал Касимовским ханством, но, городом Касимовым, да, но нужно понимать, да, что, когда появились там Касимовские татары, они не смешались с мешарями, это все-таки разные вещи, тоже нужно понимать. И обратите внимание, да, я сейчас назвал города, вокруг которых формировались мешари, а крымские татары вокруг крымских городов формировались, астраханские вокруг Астрахани, казанские вокруг Казани, Касимовский, Варху Касимова. Сибирские татары вокруг сибирских городов формировались. Интересный момент. Все те народы, которые называются татарами сейчас, они все формировались вокруг городов. А те народы, которые не имели своих народов, городов, да, кочевники, тоже татары как бы Золотой Орды, они татарами не называются. Татары Золотой Орды... Жители Золотой Орды, скажем так, или поданные Золотой Орды? Татары Золотой Орды. Казахи, узбеки, башкиры, нагайцы. Это все татары Золотой Орды. Но они татарами не называются. Это очень важный момент. То есть, этноним татары восприняли те, кто жили в городах. И, наверное, это можно объяснить тем, что современный татарский народ формировался в городах абсолютно из разноплеменных народов, да, где он как бы под воздействием ислама. Создал свои такие самобытные культуры. Но поскольку городов было много, и у каждого был свой очаг, то понятно, что и поэтому и татары очень разные. Казанские татары отличаются, еще раз хочу сказать, от татар-мешарей, от казанских татар, от астраханских татар и татарей. У нас есть отличия, потому что у нас разные города, вокруг которых мы формировались. Вот. А когда мы говорим про Чуваший, это не относится к мешарям, это не относится к другим группам татар. Это относится именно к казанским татарам. Да, а казанский татарин, он чем отличается? Он тем отличается, что он щекает. Он говорит, почему? Потому что. Вот если он говорит, почему? Потому что, то это казанский татарин. Да, мешаря, они цокают и чокают. Вот. Поэтому вот это нужно разделять, это нужно понимать. Но вот и те люди, которые называли себя татарами во времена казанского ханства, они, вероятно, тоже проживали в Казани. Какая-то часть, может быть, жила там в Заказании. Вот. Но в целом подданные казанского хана, которые жили на территории казанского ханства, именовались Чувашами. По крайней мере, я не буду говорить, что это был этноним. В то время-то национальности, конечно, не было. Вот. Но они в документах идут под этим названием. Хотя, а если мы возьмем, кстати, мешарей, то они были в своем большинстве служилыми татарами. Но это не значит, что среди казанских татар тоже не было служилых. Были служилые татары. Но после падения Казани их осталось очень мало. Их осталось очень мало. И то, что татары в 19 веке, практически только в 19 веке, этноним татары приняли как самоназвание, когда формировалась уже буржуазная нация татарская, это, наверное, был правильный ход, потому что этот этноним объединяет всех наследников городской культуры золото-ордынской, которые формировались во время Золотой Орды. И тут, допустим, не стоит трагедию из этого делать, да, то есть, но нужно понимать свои корни. И если наши предки в документах назывались Чувашами, а не татарами, да, то есть об этом не стоит молчать. Да, это было так. Да, мои предки назывались Чувашами, согласно документов. Хотя, еще раз хочу сказать, не совсем понятно, какой смысл в это вкладывалось в то время. Но мы, татары, татары и казанские... То есть, когда говоришь, какой смысл вкладывалось, непонятно. Возможно, это просто обозначало все податное население этой территории? Нет, все не обозначалось, потому что были еще черемисы, были еще ватяки. То есть, ну, это было четкое разделение, потому что черемисы ватяки относятся к финно-угорским культурам, а Чуваши, тем не менее, к тюргским культурам относятся. Да, да, да. Но я когда говорю, что я не понимаю, какой смысл вкладывали в понятие Чуваши в тот период, я имею в виду, что я не понимаю, учитывалось ли язык отличный от татарского, да, кипчакского, на котором сейчас татары говорят. Может быть, язык отличался. Можно предположить, что наши предки Чуваши, ясачные Чуваши, говорили не на том языке, на котором мы сейчас говорим. Вполне возможно. Может быть, и исламизация была у них очень на низком уровне, что я вообще не исключаю. На территории Казанского ханства, безусловно, ислам так или иначе проник во все селения, да, но просто уровень исламизации был очень низкий, это однозначно. И те люди, которые потом, даже будучи мусульманами, крестились, они же были просто исламизированы поверхностно, да, то есть понятно, что их к исламу не принуждали, но находясь в исламском государстве, они его воспринимали, хотели они того или нет. Вообще, я считаю, что такая наиболее сильная исламизация, наиболее глубокое проникновение ислама именно в простые народные массы, в крестьянские, у нас по Волжье произошло как раз, наверное, под воздействием попытки христианизации, когда в противовес христианству, которое здесь навязывалось, местное население предпочитало углубляться в исламе. И в XVIII веке, наверное, и наибольшая такая, наверное, наиболее глубокая исламизация и произошла, которая продолжалась еще в XIX веке, да. Если мы возьмем некоторые деревни, которые в конце XVIII века числились чувашскими, в XIX веке они вдруг начинают заявлять, что они татары и всегда исповедовали ислам, и требуют, чтобы их признали татарами-мусульманами, которые были крещены, я имею в виду. Да, вот есть были такие деревни, которые считались крещенными чувашскими или смешанные с татарскими, да. Вот, допустим, есть такая деревня Туболгатау в Новошишминском районе. Судя по документам, она наполовину была татарская, наполовину чувашская. Они были крещены. А в XIX веке они подняли практически весь Чистопольский уезд на уши и требовали, чтобы их приняли ислам, мало того. То есть они не просто сами хотели перейти, вернее, не перейти, они и были мусульманами. Не просто они хотели, чтобы только их признало государство мусульманами, но они начали активно подбивать это и все остальные селения Чистопольского уезда. И именно из вот этой деревни вышел такой лидер вот этого движения, по фамилии Самигулов, сейчас вот имя я уже запамятовал, Самигулов, который был, содержался в тюрьме Казанской. Я не знаю до конца, чем его судьба закончилась, потому что его биография, к сожалению, плохо изучена. Но их борьба увенчалась успехом только в 905 году, когда Николай II подписал указ... Манифест. Манифест. О свободах. О свободе вероисповедания, или свободе совести. Вот, когда мусульмане, которые числились христианами, наконец-то получили возможность открыто исповедовать ислам, и вот жители вот этого деревни, она тогда называлась Никиткина, там их несколько Никиткиных было, Верхняя Никиткина, Новая Никиткина, по-моему, еще какая-то Никиткина, вот сейчас этот Тубулгатау, они официально начали исповедовать ислам. Когда, Ленар, ты говоришь о том, что не надо использовать исторический опыт Руси, например, и сравнивать его с положим, я немножко не соглашусь, вот по какому позиции. Дело в том, что этнонимы очень часто, самые этнонимы возникают каким образом? Та же Русь, это же, ну, в общем-то, вполне доказано уже, что ее создали викинги, варяги, русы. Русы в те времена, это были германцы из Скандинавии, и такая же история была. И после уже, когда они приходят сюда, они становятся дружинники или хускарлы варяжского какого-то вождя, конунга, они становятся боярами, превращаются, они становятся, через какое-то время они симулируются, но они дают название этому региону, и по этому названию начинается через какое-то время называть себя народ. Очень хороший пример даже не только с Русью, это пример очень хороший, например, с Болгарией в Дунайской, когда, в общем-то, относительно небольшая группа кочевников, болгар, перешла с территории Причерноморья на территорию современной Болгарии, на Балканы, и дала название всему населению, которое потом в итоге приняло это название как самоназвание, хотя этнически, генетически, она не является предками тех народов, которые пришли, но это была верхушка, это были лидеры. И одна особенность, когда приходят завоеватели, если речь идет о геноциде, то очень часто просто одна верхушка меняет другую верхушку, да, как правило, эти люди перебиваются, вырезаются, несут потери, но податное население остается. И вот в этом плане хороший пример с венграми, потому что венгры считаются, это угорский народ, но те данные генетические поля генетики, которые сейчас есть, они показывают, что это автохтонный народ территории, который там жил с незапамятных времен, но практически по генетическому типу не отличается от окружающих народов. При этом у них другой язык, немножко другое самосознание, но в свое время верхушка, да, была венгерская верхушка, которая пришла сюда, вот она обосновалась, она собирала дань с этой территории, это были потом крепостные крестьяне, и вполне возможно то, что мы называем, то, что ты вот ввел в ворот Казанские Чуваши, как обозначались, это тот самый пример, они существовали времена булгар, то есть булгары тоже были, пришли сюда в качестве завоевателей и создали верхушку, элиту, по большому счету. Их тоже было не так уж и много. А это было податное население. И вот те же исследования, у нас здесь в прошлом году был профессор Болановский, когда мы с ним разговаривали, это самый известный как раз палеогенетик в России, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что по генетическим признакам татары не отличается практически от, ну, не сильно отличается от народов, очень большой компонент финно-угорских, большой компонент, очень большое смешение там, с теми же самыми Чуваши, очень похожие генотипы. То есть вполне возможно, что это то самое автохтомное население, которое жило здесь там, ну, с каких-нибудь незапамятных времен, периодически приходили новые завоеватели, они организовывали здесь верхушку, поэтому верхушка давала название государству, булгары-булгары, казанские татары, это те татары, которые пришли с Улум-Мухаммедом, 10 тысяч воинов, которые, ну, или перебили, или инкорпорировали местных ханов и их беков, и стали помещиками, дворянами, создали сословия, служил их татар, потом впоследствии названными. Само, собственно, население, которое сопало землю, пахало его, собантуйничало, оно как сохранялось не до памятных времен, оно так и сохраняется. Но при этом, конечно, они впитывали культурные коды пришлых, впитывали какие-то... Тот же ислам очень сильно повлиял в итоге, в конечном итоге сформировал этот народ, и самосознание сформировал в том числе, отличие от... ощущение отличия от других. Мне кажется, это очень важный момент, и когда мы говорим о этногенезе, и говоря о том, что мы были не татарами, название у нас такого не было очень долго, надо понимать, что, говоря о податном населении, которое существовало, ясачное население, оно вполне возможно так себя не воспринимало, потому что для всех них это были пришлые завоеватели, пришлые помехи... Которые налог требовали. Которые требовали налог, ясак, да, большой разницы не возникало. Конечно, безусловно, надо и Мухаммедьяр вспомнить, да, который нелестно отзывался о татарах, средневековый поэт. Но я абсолютно согласен, да, что татары этот этноним нам перенесли с крымского ханства, по сути дела. Я не думаю с крымского ханства, потому что это, скорее всего, с Уллума Мухаммедом пришло. Это был золотоордынский хан, и четкое понимание, что татары и золотоордынцы на Руси, в самом деле, русских источников было однозначно. Ну, возможно, то есть в любом случае нам это пришло из золотой орды этот этноним, мы его восприняли, мы себя... Ну, кстати, даже тогда татарами не сильно назвали казанцы. Если смотреть в летописях, очень много, обычно название называли казанцы, казанцы, крымцы, казанцы. Но татары даже в русских летописях, ну, это была просто одна какая-то важная большая сила. Парадокс тут такой есть, да, когда любят так говорить, что вот мы-то настоящие татары, да, там, вот мы... Я настоящий татарь, я не мешарин. Вот. На самом деле, мешари татарами начали намного раньше называться, чем казанские татары. По крайней мере, та часть казанских татар, которая вышла из Чувашии, да, надо понимать, что казанские татары, это не только исачные Чувашии, это еще и служилые татары в том числе, и масса других народов, которые влились. Вот. Поэтому вот такие дела. Я абсолютно согласен, да, так оно и было, и мы этот этноним воспримели, сейчас мы татары, нас очень много, мы очень разнообразны, и, кстати, меня это тоже очень сильно радует. Вот у нас есть представители, которые считают, что мы там должны как-то усредняться, должны забывать свои какие-то корни. Я вообще не сторонник этого. Я считаю, что наше разнообразие, то, что мы... Я вообще считаю, что мы не просто должны ценить, да, свое там происхождение казанских татар или мишарей, я считаю, мы даже должны ценить свое... свои особенности деревенские, да, потому что татары очень долго были агроризированным народом, мы все практически еще не забыли свои сельские корни, и те особенности произношения, каких-то лексики, которые вот и есть в наших деревнях, даже это нужно хранить и ценить. Не надо ничего усреднять. В этом плане мне очень интересен опыт немцев, где в каждой земле люди говорят на своем диалекте и не делают из этого никакого, никакой трагедии, причем некоторые немцы там друг другу даже понять им сложно. На самом деле они делают эту трагедию, например, в начале 19 века, когда они были разобщены на отдельное государство в рамках висфальской системы, как это там было. Но они и сейчас неплохо живут, каждый говоря на своем диалекте, и все их, в принципе, в целом устраивает. Есть у них литературный язык, который их объединяет, есть у них общая культура. Кохдойте, так сказать. Да, и поэтому я думаю, что татарам нужно идти по этому пути. Я вообще, допустим, сторонник, что да, у нас есть, как скажем, литературные нормы и произношения, да, там на основе казанского диалекта сейчас внедряют как какой-то эталон разговора, но когда в некоторых школах татарских учителя ставят тройку татарину за то, что он говорит на мешарском диалекте, это недопустимо, а у нас это есть. Мало того, я считаю, что если не дикторы, то, по крайней мере, ведущие за кадром на телевидении Татарстана вполне могли бы говорить на мешарском диалекте. С одной целью, чтобы развивать этот диалект, а с другой стороны, для того, чтобы остальные татары научились его понимать легко на тот момент, если они окажутся среди мешарей, чтобы, по крайней мере, им не приходилось перестраивать свои уши. Действительно, потому что, когда первый раз, допустим, казанский татарин с мешариным сталкивается, то есть, ему тяжело бывает понять его речь. Поэтому, а переделывать мешарей не нужно. Вот так получилось, что у казанских татар сейчас в руках возможность развивать литературный язык, и вот идет попытка это, да, это, это рус, это путь русского народа. Вот они идут к унификации. У них, они создают очень жесткие какие-то там требования к литературному языку, стандарты. Ну, я бы не сказал, что это путь русского народа, это путь и французского народа, это путь очень многих народов, Возможно. Я считаю, что нам по этому пути идти не стоит. Не стоит. Мы, народ разный по своему составу, и у нас должна идти стратегия выживания такая, так скажем, многовекторная, и язык у нас должен быть разнообразный, и при этом мы должны друг друга понимать. Я бы с удовольствием запустил бы Мишарскую радиостанцию. Там песни могут быть разные звучать, а дикторы, чтобы, допустим, на Мишарском говорили. Почему бы нет? Я думаю, что эта радиостанция пользовалась бы большой популярностью не только в Татарстане, но и за пределами Татарстана. Мы сейчас видим, что в Мишарских областях России практически полностью татарский язык уже изгнан. Если в Татарстане это только еще первые шаги идут, там его изгнали. И люди не читают уже по-татарски там. Не могут читать, но надо, чтобы они хотя бы эту речь слышали. И поэтому такая радиостанция, Мишарская, она большим бы, на мой взгляд, пользовалась бы большим спросом. И самое главное, она бы развивала этот диалект. В какой-то мере сближала бы с казанским диалектом. Это тоже нужно. Нам нужно не разделяться, а сближаться. Но, тем не менее, сближаться это не значит уничтожать. У них очень много интересных и оборотов красивых, и лексика интересная, своеобразная. Но самое главное даже в Мишарском диалекте, наверное, не лексика и не произношение, а манера говорить, вот она интересна. И это скопировать-то не так просто бывает. Поэтому такую радиостанцию было бы послушать. Очень многим интересно было бы, на мой взгляд. Ну что ж, я думаю, что наш разговор, в общем-то, подходит к концу. Очень любопытно было узнать о том, что происхождение большинства казанских татар по источникам в прежних названиях обозначались как Чуваши. Это для многих, наверное, станет сюрпризом. Разумеется, это все еще не подтверждено и не стало минстримной теорией. Тем не менее, такие источники есть и их нельзя игнорировать. Ну что ж, уважаемые телезрители, наш разговор подходит к концу. У нас в гостях был журналист, краевед, блогер Ленар Раифович Мефтахов. Я ведущий Рустам Вафин. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин